Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Начинается лекция, очередная встреча нашего цикла, посвященного разным непонятным, любопытным, привлекающим внимание, вызывающим удивление местам из церковно-славянской псалтири. Эту книгу каждый верующий хорошо знает, постоянно читает, в храме вынимает этому чтению, но при всем при этом иногда эта книга оказывается довольно непонятной, содержащей в себе неочевидные загадочные вещи. Сегодня поговорим о Псалме 59 и стихе 5, в котором есть одно очень интересное выражение. Итак, читаю по-славянски. «Показал еси людям твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления». Так вот, этому «вину умиления» сегодня и посвящим наш разговор. Какое такое «вино умиления» тут имеется в виду, и что имеет в виду автора, либо переводчик этого текста, об этом и сейчас поговорим. Итак, это был перевод Псалма из стиха 5, Псалма 59 на церковно-славянский язык, а сейчас почитаем другие переводы. Ну вот, например, перевод РБО. «Ты заставил нас хлебнуть горе, вином иступление напоил свой народ». С этим переводом, с этим смыслом согласен перевод Давида Йосифона. Это перевод такой конфессиональный еврейский, где мы читаем следующее. «Ты показал народу твоему жестокое, напоил нас вином ядовитым». Ну вот, как понятно из перевода РБО и перевода Давида Йосифона, эти переводы основаны на еврейском тексте, на тексте мусорецком, смысл этого стиха довольно понятный. Бог нечто нехорошее делает со своим народом. Бог нечто жестокое или какое-то правосудное, справедливое нечто оказывает, осуществляет над народом Божьим Израиль. Ну вот, Бог показывает народу нечто жестокое. И, в принципе, началость этого стиха в переводе с руком в славянском совершенно соответствует этой идее. «Показал Еси людям твоим жестокое». Однако окончание стиха пятого является каким-то необычным, потому что перевод РБО, перевод Давида Йосифона однозначно указывают на то, что Бог доставляет испить, выпить. Бог как будто бы поит свой народ вином ядовитым, либо вином иступления. А, впрочем, в переводе славянской появляется непонятное вино умиления. И вот об этой загадке, загадке перевода, мы сейчас и поговорим. Итак, что тут имеется в виду в оригинальном еврейском тексте? Все довольно понятно. «Яйнтарэла» – это есть как раз вот то самое вино, вызывающее головокружение, шатание. То есть ты вот пьешь вино, от которого бывает не столько радость, облегчение, какое-то веселье, но это такое дурное вино, от которого хмель, хмель тяжелый, хмель такой горький, хмель, который вызывает у тебя ощущение беспомощности, от которого тебе плохо, вот этот самый хмель, это самое вино тут и имеется в виду. Бог заставляет пить народ именно это вино, вино, которое имеет своим следствием не радость, а горе, отчаяние, одиночество, головокружение и шатание. Каждый человек, который имеет какое-то знакомство, имеет дело на более-менее регулярной основе с Писанием Ветхого Ильиного Завета, знаком с образом этой метафоры «испить из кубка», «испить из чаши», а понятно, что пили, как правило, вино из кубка и чаши, правда разбавленное вином в довольно большой пропорции, это все означало одну вещь, стать участником какой-то участи, какой-то судьбы, какую-то иметь, не знаю, жизненную, не знаю, судьбу, будущность в своем существовании. И вот иногда этот образ имеет позитивное значение, да и спить чашу, это означает радость и просветание, и безмятежие, и веселье, но часто питье из чаш означает нечто обратное. Это имеется в виду ровно то, что и в этом стихе горе, отчаяние, одиночество, беспомощность и так далее. И вот для примера я вам сейчас прочитаю ряд стихов из Ветхого и Нового Завета, в которых этот образ, он представлен более полно. Итак, Псалом 74, стих 9. «Чаша в руке у Господа, и вино горькое в ней бурлит. Он нальет его всем нечестивцам земли, они до самого дна выпьют чашу». Ну вот Бог ровно то же самое обещает, что все нечестивцы, все грешники, они будут пить из Божьей чаши горькое вино, вино горькой какой-то вот будущности. Пророк Иеремия, глава 25, стих 15. «Так сказал мне Господь, Бог Израилев, возьми из моей руки эту чашу с вином ярости и напои им все народы, которым я тебя посылаю. Выпьют они, закачаются, обезумуют пред мечом, что я на них посылаю». То же самое, но уже получается, что объектом, которому посылается эта чаша с горьким вином, вином дурмана, вином головокружения, шатания, или, как написано здесь, ярости, оказываются иноземцы, языческие жестокие народы, порабощающие Израиль. Пророк Исайя, глава 51, стих 17. «Поднимись, поднимись, встань, о дочь Иерусалима, приняв из руки Господа чашу его гнева, выпила ты ее. До дна ты выпила эту чашу, чашу, после которой не устоять на ногах». Ну, смысл такой же, да. Ты пьешь чашу, эта чаша имеет негативный эффект в твоей жизни, потому что ты, нечестивец, народ наземец или божий город, град Иерусалим, ты нечестив, ты порочен. И поэтому вот этот подарок от Бога, чаша, полная вином, имеет в себе негативные последствия. Этот образ мигрирует, да, и мы знаем, он перемещается в Новый Завет, и там имеет такое, понимаете, уже довольно активное развитие. Но вот, например, начнем с чего-то более привычного, да, что знакомо каждому из нас, о молитве Господней о чаше. Мы помним, что в Евсиманском саду Иисус Христос молится о том, чтобы, «Если можно, о Господь, пускай минет меня чаша сия». И вот именно тут, именно эта самая чаша и имеется в виду. Вот та самая чаша из Псалма 59, 74, 25, 51 за одним очень важным исключением. Дело в том, что эта чаша, чаша страдания, одиночества, беспомощности является тем, что испытывает безгрешный, праведный Бога-человек за грехи окружающих людей всего мира. Не за свои грехи, как в случае с нечестивцами, с иноземцами, с грешащим, грешным Иерусалимом, но за грехи всех людей нашего мироздания. И вот в этом очень важное исключение есть в случае молитвы Господней о том, чтобы чаша Божья, чаша, вызывающая какое-то ощущение беспомощности, миновала бы Христа. А вот менее известный и знакомый сюжет из книги «Апокалипсис», глава 18, стих 6. «Итак, воздайте ей так, кому ей, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, в чаши, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Значит, эта самая бавилонская блудница, римское государство, римская власть, выступающая против Бога и божьих людей, власть, гонящая христиан, вот она вот готовит этим людям, этим божьим праведникам чашу, чашу испытания, чашу горести. Так вот, участь этой блудницы бавилонской, участь бавилона такова, что она сама будет пить из этой же чаши вдвое большую порцию. Итак, с вином ядовитым, с вином иступления все понятно. Это и есть известный библийский образ, присутствующий на страницах как Ветхого, так и Нового Завета. Возникает вопрос, откуда же взялось то самое вино умиления, которое мы встречаем в церковно-славянском тексте. Ведь проблемы, дорогие друзья, есть, потому что вино иступления, вино яда, вино ярости и вино умиления в русском современном каком-то языке – это нечто противоположное, и поэтому нам нужно понять, откуда эта противоположность появилась и как нам по отношению к ней себя относить. Начинаем, как всегда, с перевода. Все какие-то развития темы, метафоры, какие-то непонимания, интерпретации возникают, как правило, именно в этой смычке, когда один текст, текст еврейский при переводе, при участии переводчиков превращается в какое-то свое инобытие, нечто другое. Возникает перевод, и, конечно же, имеется в виду сейчас перевод библии еврейской на греческий язык под названием перевод семидесяти, или по-научному септуагента. Так вот, в этом стихе появляется слово катанюксеос, который тоже имеет сходный смысл, значение. Вино оказывается вином оцепления, ослабенения, помрачения, удрученности, или каких-то видений, что ли, видений. И вот с этого уже катанюксеос возникает перевод на славянский текст. Перевод, вот как мы сегодня читаем, вино умиления, вино умиления. И тут надо сказать, что некоторые слова меняют в ходе развития языка, свое значение бывает довольно серьезно. И в этом случае мы имеем дело именно с этой переменой. Что имеется в виду? Слово умиление, когда возникает перевод салтиренный церковно-славянский язык, имеет немножко другое значение. Какое значение? Умиленный или умиленный означает скорбящий, смиренный. Ну вот, дорогие друзья, сюжет с чашей ярости, чашей гнева, чашей шатания и ловокружения кажется ясен. Откуда же взялось то самое вино умиления, которое мы читаем в церковно-славянском языке? Как всегда, такие изменения смысла возникают из-за перевода. А тут мы имеем дело аж с двумя разными переводами, в которых такая миграция смысла все более и более делается очевидной и заметной. Итак, перевод первый, перевод на греческий язык, перевод 70, там используется слово катануксиос, которое, слово это имеет значение следующее оцепенение, слабенение, помрачение сознания, удрученность, да, тоже похоже, да, на вот на то самое вино иступление, которое имеется, которое встречается в еврейском тексте. А вот перевод на славянский язык, именно тут появляется то самое умиление, которое в наше время означает, перевод, ну, описание слова этого в словаре Ожегова, нечто нежное, приятное, трогательное. Но во времена переводчиков такого значения у него не было. А значение слова умиления в девятом, десятом, восьмом веках христианской эры было такое, нечто связанное со смирением и сожалением, и поэтому умиленный или умиленный означало скорбящий и смиренный. А этому слово вино умиления понимать в привычном нам смысле, как вино, приводящее к нежным, приятным чувствам, возбуждающее, трогательное чувство в нашем сердце, понимать так его не следует. А правильное значение таково. Бог заставляет пить человека грешащего вино, которое вызывает у него скорбь, смирение, сожаление и раскаяние в своих грехах. Дорогие братья и сестры, с вином умиления разобрались. Нашим помощникам в начинании был портал rzg.ru. Всего хорошего, спасибо за внимание, не болейте.